Изображаю себе ёлочку-людоедку в мексиканском тушкане. Приходится косить под кого-то, чтобы что-то продать. Обувка «Прощай молодость». Ещё раз «Прощай молодость». И снова «Прощай молодость». Видите, розовые, под змею. Я ж люблю такой. Аглы-аглы уродские шузеи, которые... Я их терпеть не могу, но без них жить в Канаде невозможно. Если у вас нет резинок-сапог «Хантер», то ваша жизнь не удалась. Ну что, сегодня мы снова почухали в Хадсенбейм. Посмотрим на сумки и обувь. Сумки и шузе. С одеждой нам не очень повезло. Может быть, повезёт больше с сумочками. Кто же не любит сумочки? Вы любите сумочки, как люблю их я? Я думаю, что да. Я на самом деле хотела вас в прошлый раз привезти в сумочки и в шузе, но я как-то увлеклась примерками и вообще забыла о том, что есть тут сумки и шузе. Ага, нашли сумки. Окей. Начнём мы с коуча. Скажите, у вас есть такой бренд? По-моему, да. Я когда-то уже спрашивала или узнавала у кого-то. Я считала, что это такой чисто североамериканский такая тема. А на самом деле, оказывается, в Европе он тоже существует. Появился недавно, по-моему, даже в России есть. Вот. У нас это самый главный такой, знаете, коуч это такой американский дуча. Ну, нет, конечно, но... Типа того. Знаете, это не дешёвый. Вот, например, сумка. Вот такая сумка стоит 425 долларов. Такой шопер, знаете, с конвой ихней, коучевской. Вот этот кожаный, просто с их вот таким этим вот логотипом стоит тоже 425. Ну, вот такие цены, да. Я не знаю, мне они не очень... Я не могу сказать, что я в восторге в большом от этих суммах. Здесь обладать сумкой коуч должна каждая уважающая себя женщина. Если сумки коуча у неё нет, значит, она себя не очень уважает. У меня сумки коуча нету. Вот. Так вот должна признаться. Вот малышечка вот такая стоит... А тоже 425. Вот пишу, что они все в одну цену. Вот эти симпатичные. Вот эта сумчонка ничего, правда? Что у нас в ней? Она небольшая. Она... Ну, в общем, там парочку отделений. Сзади карманчик. Ой, неплохая. Вот это ничего такая, с цветочком. А вообще, это такой закус под, знаете, цепочечки Шанель. Здесь тоже вот написано колочкой. Как у Шанель написано на этих колечках тоже. Ну и форма какая Шанельная, даже карманчик сзади такой. И вот эта маленькая тоже, видите, такая под маленькую Шанельку. А вообще, знаете, они стали лучше, они стали неплохие. Мне как-то они совсем раньше не нравились. Еще я как-то смотрю и даже ничего. Вот это мне не нравится из ткани, вот с этой тележкой. Вот это бренд Кейт Спейт. Очень интересный, кстати, очень симпатичный. Я его люблю. Они такие очень-очень-очень яркие, очень такие, знаете, необычных цветов. Тоже он такой не очень дешевый, я бы сказала. Вот эти бочоночки я здесь видела раньше. Они были такие белые, розовые. Мне он нравится. Очень симпатично. Вот такая сумочка сиреневая. Посмотрите, какие-то цвета красивые. 358 долларов. Я думаю, что это на Сэле, да. А, нет, не на Сэле, 358. Вот такой сиреневый шопер. У нас здесь мало есть представленные эти сумки. Но этот бренд отличается, так сказать, тем, что у него очень-очень яркие цвета. Он очень такой, ну, молодежный, современный. Еще одна такая североамериканская история – это ГЕС. По-моему, это чисто тоже американская фирма. Ой, нет, что я говорю. Конечно, это не чисто американская фирма. Он есть, конечно же, в Европе и много где. Но, по-моему, начиналось это все с Северной, со Штатов. Вообще-то считается молодежный бренд. В последнее время его рекламирует Дженнифер Лопес, как самая главная молодежь наша, американская. Ну, я не против, вы понимаете. Это женщина 50 лет, которую взяли в рекламу молодежного бренда. Честь ей и хвала. Так, ну, вот такая сумка стоит 120 долларов. Она не очень дорогая. Такая для тетеньки ходить на работу. Брать с собой компьютер, брать с собой ежедневник, брать с собой ланч. Так, это тоже закосик под Шанель. Сколько она стоит? Тоже 120 долларов. Ну, прям такой закос-закос под Шанель. Видите, и ручки, цепочки, и ткань вот эта вот Шанельная. Ну, что делать? Приходится косить под кого-то, чтобы что-то продать. Вот это такая маленькая. Вот здесь клиренс, поэтому здесь есть все. Здесь есть Гесс, здесь есть Кельвин Клайн. Так, вот маленький Гесс тоже на Сейле. 75, стоил 125. А что вот это такое смешное? Ах, это Карл. Ну, вот мы и встретились. Карл. Мы снова вместе. Ну, такой Карл. Она стоит сейчас на Сейле 159, а стоила там что-то такое 228. Ну, вот сердца, жемчуга и написано Париж. Очень романтичная сумочка. Какой-то интересный бренд. Называется вот так. College Spring. И здесь такие маленькие малютки. А это на пояс. Вот хорошенькая сумочка. А вот эта мне понравилась. Смотрите, какая симпатичная. Посмотрите. Приятно. Я не думаю, что это кожа. Я даже думаю, что это не кожа. Стоит она 40 долларов, естественно. Это, наверное, на Сейле, но, конечно, все равно это не кожа. Это такой закус под клое. Видите, с такой цепочечкой. Ну, всего, что здесь есть. Ага, у нее, значит, есть такая ручка. Такая вот ручка коротенькая, что ее можно как багетик под мышку носить. А есть такая ручка длинная. Идемте-ка посмотрим в зеркало, как она выглядит. Привет, привет. Ваш покорный слуга. Я притащила с собой сегодня горжетку. Хотела вас поразить своей элегантностью. Но вы знаете, что она такая неудобная. Она с меня все время сползает, спадает. И я, в общем, мучаюсь с ней, конечно. Изображаю себе Элочку-людоедку в мексиканском тушкане. Вот. Да, хотела быть такая элегантная дама. Смотрите, как она выглядит. Если ее одеть вот так вот под мышку багетиком, она совсем неплохая. По-моему, правда же? Милая сумчонка. Можно ее одеть еще вот так. Видите, на плечо. Симпатная, симпатная сумочка. 40 долларов. Неплохая. А слушайте, знаете что? Это такая симбиоз, я бы сказала, Клои и Диор Седло. Видите, она немножко формой напоминает Диор Седло. То есть это они вот так вот ободрались с двух брендовых сумок сделали такой компот. У нас так тепло на самом деле, но что-то начало холодать. Видите, я даже в таком осеннем пальто особенно не одевала сегодня, но мальчики сползают с меня. Но при этом замерзла, вот пока бежала с машины сюда. Замерзла немножечко. Завтра снова у нас будет снег. Надо скорее, я решила, что надо пойти поснимать, потому что завтра уже все, я уже никуда не доеду. Все, пойдемте посмотрим обувь. Еще вот до обуви я, кстати, нашла здесь Ральф Лорен сумки. Тоже такие унылые, скучные шопперы. О чем они? Видно? 348. Ну, в общем, он 348 долларов стоит. А вот такой маленький Ральф Лорен стоит 208. Такой бочоночек, корзиночка такая. Это сумки Кельвин Кляйн. Вот это 178 бочоночек. А вот такой шоппер большой, оранжевый стоит 188. Это их малышки такие маленькие. Это их Кельвин Кляйн. Вот это вот их брендовая канва. Это тоже Кельвин Кляйн. Такий спортивный вариант. 168. Я не знаю, это мужская или женская. Это такая сумка, такая, юнисекс. Спортивная как будто бы, да? Наверное, женская, потому что женский одет. Здесь не может быть мужского. Но выглядит она как мужская. Такая... Не мой вариант. Всё, пошли в обувь. Так, обувку «Прощай молодость». Ещё раз «Прощай молодость». И снова «Прощай молодость». Обувь Кельвин Кляйн. Лодочки. На маленьком Китен Хилл. Очень скучный и нудный фасон. По цене 120 долларов. Франко Сарто. Это тоже такой бренд. Удобные обуви. Ну, ничего, такие симпатичные, правда же? Макосины. Цвет красивый. 99. Шлёпанцы на пляж ходить. Шикарные диваны. Мне здесь больше нравятся диваны, чем обувь. Такие ботиночки беленькие. И чём они? 129. И такие же есть чёрные. И такие же есть розовые. И такие же есть замшевые. Потом вот этот вот «Колот Спринг». Это то, что я это сейчас в сумочку примеряла. Симпатичные. Видите, какие ботиночки? Очень ничего. Миленькие. Стоят 75 долларов. Неплохо, не страшно. Это не очень дорогой бренд, но довольно симпатичный. Вот так он называется. Честно, никогда не слышала про него. Здесь какие-то бренды, о которых я никогда не слышала. Здесь начинает шуметь музыка. Я сейчас удаляюсь отсюда подальше, чтобы меня не штрафовали. Товарищ с ютуба. Товарищ с ютуба, не штрафуйте меня. Ага, босоножки летние уже. Что это? Кто это? «Экспрессион» называется. «Экспрессион» 80 долларов. Тоже такой бренд. Вот он называется «Экспрессион». Никогда не слышала про него. Что за бренды, про которых я никогда не слышала? Я какая-то деревенская тетка, которая ничего не знает. Так, вот эти, кстати, красивые такие шлепанцы. Ну, видите, розовые, под змею. Я же люблю такое. 79 баксов. Эти черные с белым. Ну, такой не кожаный каблук. Это такой блестящий. Да. А вот это вот, вот это вот самое-самое любимое в Канаде. Самая-самая лучшая обувь, которую все очень любят. Она сейчас на селе, потому что зима кончается. Это бренд, кстати, «Сорел». Это канадский бренд. Вот они waterproof. Они такие, знаете, калоши с валенками. Валенки с калошами. То, что надо для нас. Это самая первая обувь в Канаде. Она сейчас на селе 60%. А вот эти вот, видите, такие меховые. Сейчас они 130 стоили долларов. Сейчас они стоят 94. Чтобы вы понимали, удобство недешево у нас продается. Ну, вот они всякие такие. Аглы-аглы уродские шузеи, которые... Я их терпеть не могу, но без них жить в Канаде невозможно. А вот резиновые ботики. Тоже очень популярная тема у нас. Коротенькие. London Fog. Это такой бренд, я знаю, они делают всякие... Такие плащи и резиновые сапожки. Там Timberland. Тоже аглы, но очень популярная обувь у нас. Знаете, что пойдемте... Это клиренс, да? Пойдемте посмотрим, что у нас есть на клиренсе. Вот у нас есть всякие сапоги. Ну да, зима кончается, все надо на клиренс выставлять. Вот у нас есть ботинки. Там тоже ботинки. Ботильоны. Очень много animal принтов. Чтобы взять в руки и посмотреть. Чтобы мне понравилось что-то. Ничего мне не нравится. Слушайте, я какой-то негативный критик. Я все время хожу по всем магазинам и все время все критикую. Мне ничего не нравится. Мне все такое фу-фу, некрасиво. Я ничего себе не могу найти. Ну правда, вот знаете, как-то я не impressed. Все какое-то такое старомодное, однообразное. Ну, может, это потому, что это сейл. Ну, у нас и не на сейле тоже ничего такого я не нашла. А вот это вот, знаете, скажите, у вас есть резиновые сапоги Хантер? Это очень... У меня, кстати, есть резиновые сапоги Хантер. Если у вас нет резиновых сапог Хантер, то ваша жизнь не удалась. Значит, вот на самом деле у нас на полном серьезе люди ходят в этих сапогах. Ну, как не ходят, конечно, прям там уже на работу или там куда-то. Но их носят очень-очень в ходу. Они как-то нужно выскочить куда-то в магазин, за ребенком в школу или просто так куда-то сходить. Не в парадной, конечно, одежде. Но вот... Вовсю носят эти сапоги. Они из разных цветов. По-моему, это английский бренд. Чтобы вы понимали, резиновый сапог стоит 180 долларов. Чтобы вы не думали, что это вам просто такая калоша резиновая. Это калоша резиновая за 180 долларов. Но если у вас есть резиновые сапоги, они непременно должны быть бренда Хантер. Иначе вы просто вот неудачник и лузер. А еще к ним продаются специальные такие носки, которые в них одевать. Чтобы не просто носки, а специальные носки того же бренда, который нужно одевать, чтобы вам было тепло и удобно в резиновом сапоге. Тогда вообще его можно носить круглый год, зимой, летом, не снимая. И вы будете счастливы. Вот это называется минимализм. Купите себе резиновые сапоги за 180 долларов и ходите в них круглый год. Так, Акс. Тоже очень нужная, популярная обувь в Канаде. Стоят они 175 долларов. Я вообще надеялась бы, что они должны быть на сейле сейчас. Потому что сейчас кончается зима, но нет. Вот есть такие Акс. Калоши. Вот есть такие Акс-ботиночки. Есть Акс-резиновые сапоги. Как вам наша обувь? Верх элегантности и изящества. Резиновые сапоги такие или резиновые сапоги сякие? Ой, вот есть резиновые сапоги в цветочек. Смотрите. Прикольно. Ну, я думаю, что за всем я с вами попрощаюсь. Ну, вот такое у меня получилось видео. Видео получилось странное, сумбурное. Какое-то непонятно что. Я пыталась снять сумки, пыталась снять обувь. Но не нашла, как всегда, ничего интересного, чтобы понравилось мне и вам. Я надеюсь, что вы хоть какое-то удовольствие получили. Хотя бы моими саркастическими ремарками, которые я выдавала во время этой съемки. Ну что, будем прощаться. Надеюсь, что вам было хоть чуть-чуть интересно, хоть чуть-чуть весело. И надеюсь, что мы скоро увидимся в следующем видео. И пока-пока-бай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok